Частный дом вместо городской квартиры. Попробуем раскрыть эту тему и вот это противостояние как раз таки, возможно, через 5 минут у вас в голове точно разрешится. У нас в гостях Николай Скляров, основатель и директор строительной компании. Николай, доброе утро. Доброе утро. Итак, есть мнение, мнение есть, что свой дом это очень дорого. Вы как считаете? На практике что показывает? Ну, дешевых малоэтажных домов не бывает, но если мы сравниваем их с квартирами в новостройках, то да, это порядка там в два раза где-то дешевле получается. Ну, если в цифрах, да, сколько сейчас стоит квадратный метр в новостройке и у вас? Если в цифрах, в Красноярске средняя цена за квадратный метр в новостройке сейчас составляет 160 тысяч рублей. Если мы берем каркасный дом, тоже усредненно, за квадратный метр получается 90 тысяч рублей. Угу. Разница. Разница-то видна. Ну, плюс еще у тебя, ты же изначально участок земли должен приобрести, да, к этому дому еще и земля будет прилагаться. 90 тысяч рублей я назвал цифру, в которой уже учтена стоимость участка, ну, тоже усредненная. Так, ну, давайте тогда раскрывать вот все вот эти подробности, нам тоже сейчас интересно было бы узнать. Дом-каркасная технология, вот считать ли ее надежной? То есть многие же у нас привыкли люди, что должен быть дом, если из дерева, то это брус 20-й, чтобы там вот так все стояло. На века. На века, да, или бревно цилиндрованное. Ну, смотрите, каркасные дома, вообще они к нам пришли в Россию, из скандинавских стран, из Канады, там довольно холодно, мы все об этом знаем. И сама технология очень гибкая, то есть она также устойчива ко всяким землетрясениям, ветрам и так далее. Каркасный дом представляет из собой силовой каркас из дерева и наполняется утеплителем. Ну, по сути, теплее утеплителя на сегодняшний день ничего еще не придумали. Поэтому зимой самые суровые морозы каркасные дома себя проявляют очень хорошо. Ну, до скольки градусов ниже нуля? Ну, с учетом того, что мы можем регулировать толщину утеплителя из расчетов энергоэффективности и теплопотерь, то есть, ну, можем довести до такой энергоэффективности, что таких температур на земле нету. Николай, ну, тут самый главный плюс, наверное, каркасников перед другими домами, да, это скорость его постройки и скорость преступления к отделке и уже, собственно, заезду. Вот об этом можно париться? Да, безусловно, полный цикл строительства каркасного дома составляет в среднем 4,5 месяца, это уже с отделкой. Для того, чтобы нам возвести силовой каркас площадью, ну, давайте возьмем средний дом 120 квадратных метров, нам потребуется на силовой каркас около 2,5 месяцев и еще 1,5 месяца на инженерной сети и отделку. То есть вот так, грубо говоря, раз и все. Мы сегодня в сменами в детском лагере все измеряем, вот две смены у тебя дома готовы. Да, довольно быстро и огромный плюс таких домов заключается в том, что мы можем строить круглогодично, то есть, ну, сезонность на нас никак не влияет. А как я суперобыватель в этой теме, позвольте, я задам максимально обывательский вопрос, который, возможно, и заинтересует наших телезрителей. То есть, как это происходит? Человек приходит к вам, например, в компанию, говорит, я хочу дом. Вы говорите, хорошо, и как-то дальше, то есть вы сами проектируете его, что, наверное, естественно, да, и сам каркас дома и внутри дизайнерский. Смотрите, у нас есть типовые проекты, их довольно много, это наши, разработаны нами проекты, проекты наших партнеров, но часто бывает, что человек говорит, нет, меня это не устраивает, мы с нашей семьей хотим вот так. Тогда, да, наши проектировщики разрабатывают индивидуальный проект с учетом всех потребностей, всех пожеланий заказчика, разрабатывают проектную документацию, приступаем к строительству, через 4 месяца, 5 месяцев максимум семья счастлива. А отделка уже внутри, это дизайнеры или тоже вы помогаете? Часто, довольно часто, заказчики сами принимают участие в дизайне, они там думают, как хотят, разрабатывают. Ну, здесь, пожалуйста, это дело вкуса. Если человек не хочет заморачиваться, наш заказчик, то мы предоставим услуги дизайне, разработаем. Ну, двух целиком одинаковых домов точно уже не будет, какой там будет дизайн, какая отделка внутри, это ваше дело. Главное, это построить дом. Если вы как раз-таки мечтаете об уютном, теплом и надежном доме, на участке, у которого будет рядом, например, баня, зона барбекю, и не будет шумных соседей за стенкой, то вам как раз-таки стоит обратить внимание и обратиться в строительную компанию «Ремарт», которая как раз-таки сделает вашу мечту реальностью. Живите с удовольствием, живите в своем доме. Спасибо огромное, Николай, за то, что дома благодаря вам у людей появляются, и они становятся чуть-чуть, но все-таки счастливее.